Доброе утро, уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум. Ну, надо сказать, что тема здоровья женщин в менопаузе на сегодняшний день крайне актуальна. Посмотрите, почему по данным Росстата 30 миллионов женщин в России старше 45 лет и более миллионов вступают в менопаузу ежегодно. При этом мы знаем, что средняя продолжительность жизни по данным 2022 года составляет 74,5 года и тенденция к увеличению продолжительности жизни, безусловно, имеется. Средний возраст наступления менопаузы примерно 50 лет. И путем, в общем, совершенно нехитрых математических вычислений мы можем понять, что одну треть своей жизни женщина проведет в постменопаузе, проведет на фоне дефицита половых гормонов. И что очень важно, сегодня уже говорилось о национальной стратегии действий в интересах жизни, которая направлена на предупреждение у женщин преждевременного старения и развития возраст-зависимых синдромов. И направлена она на повышение длительности здоровой жизни женщины. На сегодняшний день в мире не принято говорить просто о повышении продолжительности жизни. Важно повышать качество и здоровую продолжительность жизни. И мы знаем, что, безусловно, дефицит эстрогенов крайне негативно будет влиять на здоровье женщин. Притом влияние это будет системное, и оно будет далеко не ограничиваться влиянием на репродуктивную систему. И в этой связи самые частые симптомы менопаузы – это вазомоторная симптоматика. Но мы должны прежде всего знать, что это ранние предвестники скрытого риска кардиоваскулярных событий, нарушения когнитивных функций и развития остеопороза, таких серьёзных нарушений. И посмотрите, на сегодняшний день множество проспективных исследований говорит о том, что у женщин вазомоторные симптомы у значительного числа женщин продолжаются более 10 лет. И посмотрите, женщины старше 60 или 65 лет, более 40% имеют вазомоторную симптоматику, то есть они в глубокой постменопаузе, а вазомоторная симптоматика как была, так и остаётся. Что ещё очень важно? Эстрогены защищают сердечно-сосудистую систему женщин, но как только женщина уходит в постменопаузу, посмотрите, в 6 раз в сравнении с переменопаузой у неё повышается риск развития сердечно-сосудистой заболеваемости. То есть в этот возрастной период женщины догоняют мужчин и перегоняют их по развитию данных заболеваний. И что ещё очень важно? Остеопороз – тихий убийца, мы про него помним, потому что у женщин начинает снижаться минеральная плотность костной ткани с переменопаузой. Но я даже больше вам скажу, на сегодняшний день много женщин репродуктивного возраста, которые имеют исходно низкую минеральную плотность костной ткани. И вот как раз эта когорта женщин, как раз у них очень высокие риски развития остеопороза. Но вот в постменопаузе действительно будет критическое снижение костной массы. И не зря остеопороз называют тихим убийцей, я вам ещё покажу тоже данные. Что очень важно? Менопаузальная гормонотерапия является первой линией для купирования климактерических синдромов по данным основных мировых ведущих обществ по изучению менопаузы. Посмотрите, она рекомендуется для коррекции вазомоторной симптоматике генита уринарного синдрома, для профилактики снижения минеральной плотности костной ткани. Все говорят о том, что нужен ранний старт. Стар моложе 60 лет пациентки и до 10 лет постменопаузы. А вот все ведущие агентства по менопаузе говорят о том, что нет никаких ограничений по продолжительности. Если возможная польза будет больше возможных рисков, то нет никаких причин ограничивать и отменять эти препараты. Безусловно, все сходятся в одном, что доза должна подбираться индивидуально, и это должна быть минимально эффективная доза. Что еще важно, в 2022 году Европейское общество по менопаузе и андропаузе сформулировало консенсус, в котором они говорят о том, что рационально подобранная менопаузальная гормонотерапия должна прежде всего корректировать вазомоторную симптоматику, профилактировать развитие сердечно-сосудистой заболеваемости, сахарного диабета и остеопороза. Она должна улучшать настроение и самочувствие, то есть улучшать качество жизни пациенток. Она должна влиять на симптомы вульвовагинальной атрофии. И отдельное заключение. Пероральный эстрадиол в дозах, который используется для обменопаузальной гормонотерапии, связан с лучшим ответом минеральной плотности костной ткани по сравнению с комбинированными оральными контрацептивами. Множество исследований говорят нам о том, действительно важен ранний старт в окне терапевтических возможностей, потому что раннее назначение будет положительно влиять на риск развития атеросклероза. Это будет защищать сосуды наших женщин. А вот ежегодное откладывание назначения менопаузальной гормонотерапии коррелирует с повышением кальцификации коронарных артерий. Важен, опять же, ранний старт, потому что именно старт в окне терапевтических возможностей позволяет уменьшить риск смертности от всех причин на 30%. И я вам хочу сказать больше, а когда назначается вне окна терапевтических возможностей, то уже плацебо будет более благоприятно, чем назначение гормонов. И относительно остеопороза я уже сказала. Посмотрите, смертность при переломе шейки бедра составляет 40% в течение первого года, а из тех, кто выживет, из них 60% останутся инвалидами. Поэтому своевременное и адекватное назначение менопаузальной гормонотерапии поможет предотвратить смертность и инвалидизацию по данной причине. И у нас в 2022 году вышел протокол клинический, патологические переломы, которые осложняют остеопороз, в котором четко отмечено, что рекомендуется фармакологическая коррекция нарушенного метаболизма костной ткани, к которой относятся именно менопаузальной гормонотерапии. Есть только маленькое «но». Если у пациентки произошел патологический перелом с большой долей вероятности, она уже старше 60 лет или длительность ее менопаузы более 10 лет, тогда это будет полностью упущено, к большому сожалению, возможности. Относительно когнитивных функций тоже множество данных. Посмотрите, менопаузальная гормонотерапия, которая назначается в ранней постменопаузе, пероральная МГТ, она позволит восполнить тот уровень эстрогенов, который нужен для поддержки когнитивных функций. Исследование 2022 года говорит о том, что наиболее безопасная комбинация – это эстрадиол и метаболический нейтральный гистоген. И важно, что назначение эстрадиола в течение от 1 до 5 лет четко ассоциируется со снижением риска развития болезни Альцгеймера. И вот наиболее распространенная, самая распространенная фармакологическая комбинация для менопаузальной гормонотерапии, которую рекомендует ведущее общество по менопаузе. Это комбинация пероральной эстрадиол и дидрогестерон, которая представлена у нас в России линейкой фемостон. Говоря о постменопаузе, это фемостон конти, 1 мг эстрадиола на 5 мг дидрогестерона и фемостон мини-ультра низкая доза полмиллиграмма эстрадиола на 2,5 мг дидрогестерона. Так почему же основные ведущие сообщества рекомендуют именно эту комбинацию? Посмотрите, дидрогестерон будет защищать эндометрии, он не повышает риск развития рака молочной железы и венозных тромбоэмболий и не оказывает негативного влияния на метаболизм. К большому сожалению, синтетические гистогены, кроме того, что будут защищать эндометрии, больше никакой протекции оказать не могут, по данным многочисленных исследований. Посмотрите, именно эта фармакологическая комбинация очень эффективна в слежении артериального давления наших пациенток. Кроме того, фемостон способствует нормализации липидного профиля. Он повышает уровень липопротеинов высокой плотности, снижает липопротеины низкой плотности и уровень общего холестерина. И назначенный в дозе 1 мг эстрадиола, то есть именно фемостон конти, непрерывный режим способствует увеличению минеральной плотности костной ткани, то есть является действительно эффективным в профилактике риска развития остеопороза. Вот та самая ультранизкая доза, о которой я говорила, фемостон мини, не имеет вот этой протекции. Однако та минеральная плотность костной ткани, которая была на момент старта терапии, её даже такая доза может сохранить. Это очень важно. Посмотрите вопросы безопасности. Минопаузальная гормонотерапия с дидрогестероном не повышает риски развития венозных тромбоэмболий, причём вне зависимости от режима, возраста и индекса массы тела. Это данные наших коллег-исследователей из Великобритании. Почему? Посмотрите, ультранизкая доза фемостон мини, он оказывает положительное влияние на гемостаз за счёт того, что усиливает фибринолиз, нет влияния на образование тромбина, снижает активность гена ПАИ-1. И, что очень важно, такая терапия рассматривается как безопасная для женщин с повышенным риском венозных тромбоэмболий, тоже по данным исследований. Вопросы безопасности молочной железы. Да, это очень важный вопрос, и пациентки нас будут спрашивать, и мы должны внимательно к этому относиться. Множество исследований говорят о том, что аминопаузальная гормонотерапия с дидрогестероном, потому что очень важно, какой гистоген будет в комбинации с эстрадиолом. Так вот, дидрогестерон не способствует повышению риска развития рака молочной железы, в отличие от синтетических гистогенов. Как стартовать? Постменопаузия обычно с низкой дозы, 1 мг эстрадиола на 5 мг дидрогестерона. Женщина может получать такую терапию от 3 до 5 лет. Безусловно, ежегодно мы проводим обследование и пересматриваем возможную пользу, и оцениваем риски, и принимаем вопрос о дальнейшем продолжении терапии. И через примерно 5 лет мы можем пациентку уже переводить на ультра-низкую дозу. Можно ли стартовать с ультра-низкой дозы в постменопаузе? Да, можно. Мы должны единственное помнить, в показаниях профилактика остеопороз, там таких показаний нет, но я уже об этом сказала выше. Что важно, есть определенный нюанс. Если у женщины индекс массы тела больше 30, она моложе 55 лет, и длительность ее менопаузы менее 5 лет, то вот эта доза может быть недостаточно для купирования вазомоторной симптоматике. Как тогда поступать? Можно назначить на 1-2 месяца и в дальнейшем оценить эффект. Если все же на этом фоне будут сохраняться значимые вазомоторные симптомы, переводится пациентка на низкодозированную менопаузальную гормонотерапию, на фемостонконте. Как переходить и, главное, когда переходить с циклической на непрерывную менопаузальную гормонотерапию? Тут, в общем, тоже несложно. Если у пациентки отсутствует закономерная менструалоподобная реакция или она становится скудная, это говорит нам о том, что да, это уже пришло время переводить на непрерывный режим, только, безусловно, перед этим мы должны исключить у нее беременность, беременность в ранней постменопаузе, да, такое теоретически возможно, поэтому мы говорим нашим пациенткам даже на фоне непрерывного приема, год, пожалуйста, предохраняйтесь дополнительными методами от беременности, ну и мы должны еще исключить другие факторы, которые способствуют развитию аминарии. Ну и в этой ситуации женщина заканчивает стандарт для циклической менопаузальной гормонотерапии и начинает стандарт для непрерывной. Как переходить с других препаратов менопаузальной гормонотерапии? Здесь есть два принципиальных момента. Если есть необходимость перевода пациентки с других препаратов, прежде всего, не нужно делать никакой перерыв между приемом и не нужно как-то дополнительно пациентку обследовать. Если пациентка принимает препарат с дозой 1 мг эстрадиола, вы ее можете перевести также на 1 мг эстрадиола, то есть на фемастон конте, либо перевести на ультра-низкую дозу фемастон мини. Если она уже получает ультра-низкую дозу, вы тогда на нее ее опять же и переводите. Вот посмотрите клинический случай. Пациентка, ей 50 лет, она пришла с жалобами на нарушение сна, чувство разбитости и вазомоторную симптоматику прилива. В 38 лет ей была проведена цистектомия по поводу эндометриомы правого яичника. И ей с целью лечения климактерического синдрома был назначен препарат для ММГТ, который содержит дрозперинон. Через 3 месяца после приема у нее появились кровенистые выделения. На фоне приема и пациентка отменила препарат. Так, кстати говоря, бывает. Есть такая ситуация, кровенистые выделения. Бывают причины отмены самой пациенткой и отмены приема препарата врачами, потому что это индивидуальная ситуация, которую нужно будет оценить, как правильно поступить. Так вот, на момент обращения пациентка в течение месяца уже ничего не принимала. И поэтому у нее появилась опять же вазомоторная симптоматика. Ей был поставлен диагноз менопауза, климактерическое состояние, средняя степень тяжести климактерического синдрома по шкале Грина и аденомиоз. Так вот, для купирования вазомоторной симптоматике профилактики отдаленных последствий менопаузы, опять же с целью профилактики рецидива эндометриоза, потому что дидрогестерон у нас рекомендован для лечения эндометриоза в клинических наших рекомендациях. И в связи с тем, что у нее была нежелательная лекарственная реакция на прием препарата с дрозпериноном, ей был рекомендован переход на комбинированную менопаузальную гормонотерапию с дидрогестероном, то есть на фемостон, после подписания информированного согласия. Пациентка перешла на фемостон конти, она себя чувствует хорошо, кровенистых выделений на этом фоне у нее нет. И снижение уровня андрогенов, вот этот вопрос, знаете, который интересует и беспокоит наших пациенток и нас, врачей. Мы знаем, что с течением возраста уровень андрогенов физиологически будет снижаться, но дефицит андрогенов ассоциирован, во-первых, к сексуальной дисфункции, во-вторых, он может приводить к развитию генита уринарного синдрома вульвовагинальной атрофии. Это может быть одна из причин быстро развивающегося остеопороза. Это может быть одна из причин депрессии, и гипоандрогене приводит к саркопении. Мы знаем, с возрастом саркопения, к сожалению, ждет нас всех, поэтому поддерживать объем мышечной ткани это очень важно. И, кроме того, дефицит андрогенов может способствовать риску венозных тромбозов. Поэтому вот посмотрите исследование, в котором два препарата менпоузальная гормонотерапия с дросспириноном и с дидрогестероном. Через 6 месяцев приема на фоне препарата с дидрогестероном, то есть наша линейка фемастон, не отмечалось снижение уровня тестостерона. Но, безусловно, препарата с дросспириноном имеется значимое статистическое достоверное снижение дросспиринона. Но у нас обычно все-таки линейка с дросспириноном рекомендуется когда? То есть какие есть положительные моменты? Это снижение артериального давления, потому что это аналог спиронолактона, и уменьшение массы тела. Так вот, в том же исследовании за 6 месяцев, посмотрите, масса тела даже несколько больше снизилась на фоне приема фемастона, и не было никакой разницы в снижении артериального давления. То есть и тот, и другой препарат были эффективны в данном вопросе. Ну и заканчивая свое выступление, все же хочется сказать, безусловно, наиболее рано важно выявлять вазомоторную симптоматику и другие симптомы, которые связаны с менопаузой, адекватно и вовремя оставить диагноз климактерического синдрома и назначать менопаузальную гормонотерапию, которая является золотым стандартом. Мы должны помнить, что комбинация эстрадиол и дидрогестерон, то есть наша линейка фемастонов, это эффективно и имеет отличный профиль безопасности, что отмечено ведущими обществами по менопаузе. У нас есть алгоритмы применения менопаузальной гормонотерапии, в которых обсуждаются частные случаи, которых нет в клинических рекомендациях. Если у вас еще по какой-то причине до сих пор алгоритмов нет, вы их не используете, я вам очень рекомендую. Они есть в свободном доступе. Скачайте их, распечатайте, положите себе на стол, они очень помогают в работе. И, опять же, если у нас на фоне приема какого-то препарата для менопаузальной гормонотерапии возникла нежелательная лекарственная реакция, лучше поменять препарат, потому что иначе наша пациентка перестанет его принимать и не будет получать той самой протекции от приема менопаузальной гормонотерапии, которую она могла бы получать. А как это сделать, я уже вам сказала. И вот такое рациональное ведение пациенток с расстройствами, которые связаны с менопаузой, безусловно, способно улучшить качество жизни и увеличить ту самую здоровую продолжительность жизни. Я вас благодарю за внимание.